Добро пожаловать в угол любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Волчья Яма. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Головокружение 2009 года. Группа друзей на каникулах решает отправиться в горы. Подъем оказывается более рискованным, чем было запланировано. Тем более, что молодые люди скоро понимают, что они не единственные смельчаки в горах. Приключение превращается в кошмар. Райское озеро 2008 года. Молодая парочка едет за город, чтобы провести романтический уикенд на берегу Райского озера, вдали от людей, в диком лесу. Стив и Дженни планируют пожениться, прожить долго и умереть в один день. Никто из них не думал, чем закончится эта поездка. Вымирающая порода 2008 года. Сюжет основан на фантастической австралийской легенде об Александре Пирсе, преступнике 19-го столетия, по кличке Пирожник. Прозвище такое Пирс получил за то, что после одного побега из тюрьмы он пообедал своими спутниками в дикой тасманской пустоши. Наши дни. Группа исследователей пытается доказать, что считавшийся вымерший в вид тасманийского сумчатого волка все еще живет в местных лесах. Но из охотников они сами становятся добычей, когда попадают в места, обжитые потомками пирожника, теми, кто сохранил любовь своего предка к вкусу человеческой плоти. Граница 2007 года. Преступная банда после ряда детских ограблений скрывается от правосудия в близлежащих лесах. Скитаясь в поисках временного прибежища, они выходят к мотелю. Хозяева спасительного пристанища не отличаются гостеприимством. Но даже самые страшные фантазии не в состоянии сравниться с ожидающей несчастных реальностью. Совсем скоро неудавшиеся бандиты поймут, что стали пленниками каннибалов, которые уготовили своим постояльцам ужасную смерть. Туристас 2006 года. Компания студентов решила провести каникулы, путешествуя по Бразилии. Экзотические пейзажи, красивые животные, интересные встречи – ничто не предвещало беды. Неожиданно у затерянного острова, близ бразильского побережья, их автобус терпит крушение. И молодые люди остаются один на один с джунглями. Труднопроходимые тропические леса хранят свои секреты. Туристы становятся жертвами кровавых экспериментов засекреченной военной группы. Техасская резня бензопилой. Начало. 2006 года. Братья вместе со своими подружками отправляются в автомобильное путешествие, которое должно стать последним развлечением до того, как их отправят служить во Вьетнам. По дороге они попадают в аварию, и тут появляется местный шериф, знакомство с которым становится началом сущего кошмара. Они оказываются в мрачном доме, в стенах которого воспитывается беспощадный убийца по прозвищу «Кожаное лицо». Хостел 2005 года. Отправившись в секс-тур по Европе, два американских студента и их отмороженный исландский попутчик узнают, что самая сладкая клубничка и самый безбашенный экстрим поджидают их в старушке Братиславе, где восточноевропейские красотки готовы чуть ли не задаром исполнить все желания горячих янки. Вскоре перед туристами гостеприимно распахивают двери отеля их грез. Но у любых развлечений есть своя цена, и в этом заведении про слиз написан кровью. Сюда часто наведываются любители совсем других забав, и когда они достают свои инструменты, самые больные фантазии меркнут перед их хирургическим мастерством. Поворот не туда 2003 года. Затерявших в лесах западной Вирджинии в результате рокового стечения обстоятельств, группа молодых людей пытается добраться до ближайшего телефона, но вместо телефона им суждено найти дом в горах, увешанный страшным оружием и отвратительными трофеями. Кто или что живет в этом доме? Молодые люди начинают понимать, что все их злоключения – способ загнать дичь в ловушку, где они – это дичь, а зловещие охотники – обитатели дома. Техасская резня бензопилой 2003 года. В штате Техас, на ферме обычного работника скотобойни Томаса Хьюита, полиция обнаружила 33 изувеченных человеческих тела. Ужасающее открытие шокировало людей и было названо самым жутким массовым убийством за все время. Газеты писали «Дом террора национального масштаба, бойня в Техасе». Пресса окрестила убийцу, как «человек с лицом из кожи». Местные власти застрелили человека, носившего на лице кожаную маску. Дело было закрыто, но последующие годы множество убийств показало, что полиция нашла не того преступника. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!